Откроем Матфея 25 главу, 13. Итак, бодруствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И мы сегодня поразмышляем немного над этим словом «бодруствуйте». В оригинале это слово звучит как «эгиро», и здесь есть несколько значений, и мы попробуем поразмышлять о них, об этих значениях, об этом слове в свете Библии. Дорогой Иисус, мы молимся, благослови и помашь это вступление, Господи, и подготовь нас к основной пище, к основному слову, Иисусу. Слава Тебе, во имя Твое мы молимся и просим. Аминь. Итак, слово «бодруствуйте» – «эгиро». И первое значение этого слова – проснуться от сна смерти. Интересное значение этого слова. Я размышлял об этом значении. И все вы знаете эту удивительную сказку «Спящая красавица». И вот она сама никак не могла проснуться. Спала, 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 и не было в ней никакой силы, чтобы проснуться. Но что потребовалось? Потребовался принц, который пришел и поцеловал ее. И для нас это удивительный поцелуй Господа Иисуса Христа через жертву. Это удивительный поцелуй Агапе. И так здорово, что мы видим эту удивительную радостную вещь, что через крест Голгоф и через смерть, через свое воскресенье, Он поцеловал каждого человека. Что теперь всякий, откликнувшись на этот поцелуй, может пробудиться и уже больше никогда не заснуть этим сном смерти. Это настолько здорово. Господь поцеловал нас этим поцелуем Агапе через крест Голгофы. И мы откликнулись на этот поцелуй, поверили в него. И мы пробудились, мы стали оживлены. Господь, Бог перевел нас из царства тьмы в царство Сына Своего. Следующее. Просто проснуться. И теперь мы, как второе значение, проснуться. Теперь мы уже, проснувшись от этого сна смерти, уже как новые творения в Господе Иисусе Христе, Господь Иисус нам говорит, ты уже никогда не заснешь этим сном смерти. У тебя есть эта удивительная благодать. Все время принимать Мое Слово и пробуждаться, быть оживленными и не впадать в эту спячку снова. Потому что у нас еще есть эта ветхая греховная природа, и мы можем сами уходить в эту спячку, хотя позиционно мы уже раз и навсегда проснулись в Господе Иисусе Христе. Мы видим, как, например, в Евангелии от Луки 24 главе, двое учеников, шедшие в Эмаус, заснули сном печали, но Господь Иисус Христос открыл перед ними Библию и оживил их, пробудил их от сна. Далее, третье. Подняться со стула или кровати. Если мы посмотрим на некоторые отрывки из Библии, то Иисус показывает, что время стула, оно необходимо вместе с Господом Иисусом Христом. И это та благая часть, как Он говорит в отрывке с Марфой и Марией, это та благая часть, которая не отнимется от нас. И она так необходима нам. У нас есть время в кровати также, это физический наш сон. И когда у нас есть это время стула, когда мы сидим у ног Иисуса Христа, то Господь Иисус Христос дает нам также это удивительное время размышлений даже во сне, в кровати. Помните, мы слышали в слове об этом. Итак, время стула, время кровати. И затем мы уже не сами поднимаемся, не сами рвемся, так сказать, в бой своей ветхой греховной природе. Но мы успокоены, наполнены за это время стула, где есть это время размышления в Господе Иисусе Христе, и где Господь призывает нас уже к решению. Он говорит, вставай. На самом деле это уже Он поднимает и ведет нас уже этой мудростью, которая наполнил нас. И мы уже идем по заданному направлению в абсолютном спокойствии. Например, сейчас водители пользуются этим GPS-ом. Например, там задается маршрут, и если водитель сошел с маршрута, GPS ему говорит, вы сошли с маршрута. Что происходит, когда у нас есть это время стула? За время этого стула мы наполняемся этой удивительной мудростью и шагаем по этой мудрости. И когда мы сходим с этой мудрости, Господь Иисус Христос Духом Святым говорит, ты сошел с маршрута. И Господь с любовью Своей возвращает нас на свой удивительный маршрут. Первоначально к стулу, и затем Он выводит нас на свой удивительный путь. Четвертое – это противостаньте личности кому-либо. И мы можем сказать, что это противостаньте дьяволу и противостаньте своей ветхой греховной природе. Буквально на прошлом служении мы слышали удивительное слово, как там говорилось, что чуть-чуть, если мы пойдем на компромисс, то это может привести к большим последствиям. И, например, когда сатана нас может проецировать такими проекциями «сделай это», и говорилось про алкоголь. Или, например, проекция «не пойти на служение». Например, перед служением мне очень хотелось спать. Вот вы знаете, я прям валился. Хотелось спать и все. И нужно было помолиться. И Господь говорит, я даю тебе это время пробуждения. Когда мы откликаемся, и, как говорилось на прошлом слове, выигрываем, так сказать, бой через слово. И вот эти маленькие бои, маленькие битвы окружают нас каждый день. И когда мы выигрываем эти битвы, эти бои через слово Божие, пробуждаемся от сна, Господь дарует нам это удивительное живое время в себе. Аминь. И последнее, пятое. В этом отрывке говорится, что Господь Иисус Христос придет скоро. И Он раздал нам все эти удивительные таланты. Это удивительная благодать. Свидетельствовать, быть сосудами – это удивительное слово пробуждение. Когда все люди спят, как эта спящая красавица. И нет у них силы пробудиться. И мы говорим об этом удивительном поцелуе Господа Иисуса Христа. Что только через поцелуе Господа Иисуса Христа можно встать от этого сна смерти. Аминь. Аминь.